Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают понять. Мы должны расчистить путь человечеству, чтобы возродить пустоши. Небольшие изменения вычистителей, которые разработал твой отец, позволят искоренить мутации без особых усилий. Любой мутант, который соприкоснется с водой, будет уничтожен, изъят из генофонда. Мужчинам и женщинам на земле больше не придется делить ее с ужасами и чудовищами, которых в наше время стало так много. Перед тобой пробирка с новым штаммом вируса в Ре. Помести ее в пульт управления очистителем. Таким образом, вирус будет поступать в воду, а остальное сделает очиститель. Тебе нужен лишь код, чтобы активировать очиститель. Все просто, не так ли? Я понимаю. Это необычная просьба, с которой я не стал бы к тебе обращаться, не будь она настолько важной. Прошу, пойми, что я не могу позволить тебе уйти, пока ты не возьмешь пробирку с собой. А зачем мне это делать, если я последняя надежда людей на пустошах? А какую альтернативу ты предлагаешь? Куда покатится мир без Анклава? Да. Думаю, да. Хорошо, будь по-твоему. Когда ты уйдешь отсюда, я поставлю точку в истории Анклава. Но полковника Отома я остановить не смогу. Это придется делать тебе. Тогда, кажется, пришло время прощаться. Тебе пора отправиться в путь, а мне заняться приготовлениями. Валерий Куб Вегет Тебе пора отправиться на путь, а мне сохранен. А-а-а. 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 А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! H-а-а-а! А-а-а! Продолжение следует... Противник нейтрализован. Для продолжения работы рекомендуется... Продолжение следует... А, вот и ты я! Наконец, я не сомневался, что ты уцелеешь и надеялся вернуть тебе мой долг. Да, и весьма увлекательная. Эта техника не устает меня поражать. Вообрази, сколько зла можно уничтожить такими орудиями. Я видел, как тебя схватили. И сумел проследить за похитителями. Жаль, только я не успел помочь тебе раньше. Я обязан тебе своей свободой. Так что это был мой долг. У меня ведь на всем свете никого больше нет. О, это большая честь сопровождать такого героя, как ты. Так пойдем? А-а-а-а-а-а-а-а-а! Эти девушки в чем-то будут раздаться! И вот, как мы все еще идем запрошены. Укрепиться. Мы должны ударить чем раньше, тем лучше. У нас едва хватает сил, чтобы оборонять Цитадель. Мы уже не первый раз это обсуждаем, Сара. Так что? Нам просто сидеть и ждать, когда они решат, что мы следующие? Если Прайд выступит сейчас, у нас будет шанс. А если у тебя не выйдет, что тогда? Игра не стоит свечи. Это верно. Без Гекка очиститель для Анклава всё равно бесполезен. Возможно, скоро они бросят его. Мне это не нравится. Не обязательно, чтобы тебе это нравилось, Сара. Просто выполняй приказы. Да, отец. А, с возвращением. Мы боялись, что потеряли и тебя, и Гекк. Сопутствовал ли тебе успех? Великолепно. Теперь, когда он у нас, Анклав не сможет контролировать очиститель. Тогда мы должны выступить немедленно. Если ты ещё что-то знаешь, скажи нам перед тем, как мы начнём мобилизацию. Твоя помощь может спасти жизни. Понятно. И где теперь вирус? Спасибо. После того, как писцы проанализируют его, я прослежу, чтобы его должным образом уничтожили. Возможно, мы недооценивали Анклав. Возможно, Сара права, и атаковать нужно сейчас. Если у Анклава есть Гекк, им ничто не помешает запустить очиститель. В конце концов, они подберут код. Боюсь, это правда. Нужно действовать, пока мы ещё можем. Отправляйте Прайд. Мы справимся. Мы победим. Ладно, Сара. Прайд пойдёт в бой. Но я не отпущу свой лучший отряд без поддержки. Ротшильд, всё готово? Что? Нет. Я имею в виду, мысли решили проблему с питанием, но только-только закончили диагностику. И? Он не готов для полевых испытаний, не говоря уже о боевых условиях. Оружие не настроено, навигационная система отключена. Ротшильд довольна. Он заработает? Честно? Я не знаю. Думаю, мы как-то перебьёмся, но даже если и нет, в конечном счёте это ни на что не повлияет. Тогда решено, Сара. Бери Прайд и используй робота в качестве поддержки. Возьми нашего друга и займите очиститель. Так точно, сэр. Первым делом я хочу сказать тебе, что у меня был разговор с моим отцом. Я и весь Прайд решили, что после всего, что тебе досталось, ты заслуживаешь звание почётного бойца Львиного Прайда. Поздравляю. А это влечёт за собой некоторые привилегии. Включая наш комплект силовой брони. Тебе что больше по душе? Полная броня или разведывательная? Конечно. Надеюсь, это даст тебе дополнительное преимущество. Ладно. Как думаешь, справишься? Слушай, всё будет в порядке. Просто оставайся за спинами Авангарда и не высовывайся. Мы тратим время. Можно выступать? Ладно, не дёргайся. Тебя будет прикрывать весь Прайд. Не говоря уже об этой огромной железке. Просто не высовывайся, пока мы не дойдём до очистителя. Твоя смерть нам совсем ни к чему. И не путайся у нашего чудища под ногами. Ладно, повторим всё ещё раз. Прайд идёт со мной. Наша цель – проект «Чистота». Но мы не сможем пройти в комплекс, пока подняты энергощиты. Ротшильд и Ли говорят, что робот сможет пробить энергощиты. Так что мы – огневая поддержка. Остаёмся рядом с этой штукой. Бережём её и тащим куда надо. Когда щиты отключатся, мы направимся прямо в комплекс. Пока робот их задержит, мы проберёмся внутрь и возьмём под контроль зал управления. Нам нужно выступить сразу, пока мы не упустили возможность застать их врасплох. Бери всё, что надо, и встречаемся во дворе. Когда всё сделаем, поставлю каждому по стакану вкусной холодной водички за мой счёт. Вперёд! Ладно, Ротшильд, заводи. Прайд, вперёд! Мы рады приветствовать тебя здесь. Прайд, вперёд! Прайд, вперёд! Прайд, вперёд! Опять ты? Не могу сказать, что я удивлен. Ты и тебе подобные чуть ли не целью жизни сделали разрушить все, чего достигло наше государство. На этот раз ничто не мешает мне убить тебя. Давай покончим с этим. Боюсь, это выше твоих возможностей. Но раз ты выбираешь этот путь, передай от меня привет отцу. Без тебя огонь и маневрируйте! Колвин, стреляй по этой цели! Боишься вида собственной крови? Ну вот и все. К этому моменту Прайд должен был уже добить остатки сопротивления снаружи. Давай зачистим помещение. Доктор Ли, это Сара Лайонс. Я в центре проблемы. Мы тут вдвоем. Что происходит? Прошу вас ответить кто-нибудь! У нас большая проблема. Во время боя комплекс сильно пострадал. Какие-то поломки кажутся случайными, а что-то похоже на саботаж. В резервуарах нарастает давление. Его нужно немедленно сбросить, иначе весь комплекс может взорваться. Вам нужно включить очиститель, чтобы сбросить давление. Понимаете меня? Включить его надо сейчас же! Если я правильно понимаю, то в камере смертельный уровень радиации. Прости, хотелось бы найти другой вариант, но сейчас просто нет времени. Действовать надо сейчас, или произойдет катастрофа. Ну вот, а мы хотели отпраздновать. Кто-то из нас должен пойти туда и включить эту драную установку. И этот кто-то обратно не вернется. Как-то не так я всегда это представляла, понимаешь? Ну, что будем делать? Спички тянуть? Тебе придется поторопиться. Если радиация достаточно высокая, времени у тебя будет мало. Я не забуду тебя. Никто не забудет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так одинокий путник вышел в большой мир из убежища 101, вслед за отцом, который когда-то пожертвовал будущим человечества ради будущего своего единственного ребенка. Столичная пустошь оказалась суровым, жестоким миром. Но одинокий путник не поддался порокам, что поработили столь многих. Истинные ценности, бывшие путеводной звездой для его отца, самоотверженность, сострадание, честь. Вели благородного героя сквозь беды и... Но лишь в конце пути одинокий путник постиг истинный смысл величайшей из добродетелей. Самопожертвование. Войдя в наполненный смертоносной радиацией зал управления проекта «Чистота», наш герой повторил подвиг своего отца, отдав жизнь ради блага человечества. К счастью, когда коварный президент избрал нашего героя своим орудием массового уничтожения, тот отказался. Человечество, пусть и полное недостатков, в его глазах было достойным жизни. И, наконец, потекли реки живой, чистой воды для всех и каждого. Столичная пустошь была спасена. Так заканчивается история одинокого юноши, что шагнул за порог убежища 101 и стал легендой. Но истории человечества нет конца. Ибо борьба за выживание – это война, что идет вечно. А война... Война не меняется. Война не меняется. Война не меняется. Никому не станет лучше... Что значит в конкурсе? Извините, но так не пойдет. Пройти такой путь и остаться... Осторожно, осторожно. Не делай резких движений. Все в порядке. Ты в безопасности. Ты в цитадели. Мы уж думали, ты никогда не придешь в себя, вопреки обещаниям медиков. Я каждый день навещаю тебя и мою дочь. Хорошо, что хоть кто-то из вас оправился. Да-да, она в порядке. Ну, или будет в порядке. Твоя забота меня радует. Но не стоит волноваться. Тебе и так слишком многое пришлось пережить. Все в порядке. Ты теперь в безопасности. Ты в цитадели. Когда очиститель заработал, произошел мощный выброс энергии. Вы с Сарой потеряли сознание, вас вытащили и принесли сюда, в больницу. Мы с вас сутками напролет глаз не спускаем. Рад, что наши усилия принесли плоды. Да, заработал. Приливный бассейн заполнен свежей, чистой водой. Сейчас мы стараемся доставить ее как можно большему количеству людей на пустошах. И надеюсь, что вскоре мы перестанем называть их пустошами. Все это было бы невозможно без тебя и твоего отца. Сомневаюсь, что мы когда-либо сможем вознаградить тебя по заслугам. Да, несомненно. После уничтожения их штаба и последующего разгрома при очистителе в Анклаве наступило полное смятение. Либерти Прайм помог нашим войскам уничтожать недобитые остатки Анклава. Почти две недели. Не волнуйся. За тобой хорошо ухаживали. Ну, это уж тебе решать, верно? У братства есть четкий план действий. Остатки Анклава должны быть уничтожены. Прайд занимается этим с тех пор, как мы отбили очиститель. Остается один вопрос. Можем ли мы рассчитывать на твою помощь? Вообще-то, именно сейчас нам отчаянно нужны люди. Так что я, пожалуй, отступлю от обычной кадровой процедуры. Отныне ты рыцарь братства стали. Носи это звание с честью. Прежде всего, поговори, пожалуйста, с песцом Ротшильдом. Уверен, он будет рад снова увидеть тебя. Он подробнее расскажет тебе о событиях последних недель и объяснит наши текущие задачи. Понимаю, что тебе пришлось пройти суровые испытания. Но чем быстрее вы поговорите, тем быстрее мы сможем положить всему этому конец. Она тут, без сознания. Но ее жизнь вне опасности. То, что тебя удалось поднять на ноги, дает мне надежду. Пожалуйста, береги себя. Не хотелось бы снова тебя потерять. Пожалуйста, береги себя. Обнаружен посторонний. Переход в активный режим. Сюда нельзя. Тебе что-нибудь нужно, друг? Тебе что-нибудь нужно, друг? Пока. Круто. Эти. Да. Эти. Эти. Тебе. Тебя. Есть. Медитику. снова видеть тебя на ногах. Как я понимаю, Лайонс сразу же бросает тебя в пекло. Он рассказал тебе, что здесь происходило во время твоего отдыха? Думаю, да. Подойди сюда на минуту, хорошо? Сейчас я в двух словах расскажу, что случилось за последние пару недель и что происходит сейчас. Как тебе хорошо известно, все началось с того, что Анклав захватил проект «Чистота» вот здесь. Благодаря тебе их главный штаб вот здесь был полностью уничтожен. А потом они потерпели еще одно поражение при очистителе. Разведка и полевые группы обнаружили другие дислокации Анклава на пустошах. Мы ожидали, что без руководства в их рядах начнутся хаос и смятения. Ожидания не оправдались. На основе полученных данных и обнаруженной техники мы выяснили, что разрозненные силы Анклава по-прежнему поддерживают связь между собой. Мы установили источник передачи. Это старый военный комплекс в Рокленде, на юго-запад отсюда. Наши разведчики проверили территорию, однако не обнаружили удобного входа на объект. Поэтому мы сами устроим себе вход. Паладин Тристан поведет группу на передовую базу в старом автомобильном туннеле. Когда он будет готов, Либерти Прайм начнет свою работу. Задача Прайма — подавить их оборону и создать для группы возможность войти. Группа войдет, уничтожит любое сопротивление внутри и отрубит их передатчик. Любые стоящие внимания данные нести сюда. Итак, еще вопросы? Если тебе нужно узнать что-то еще, я расскажу, что знаю. Если нет, Паладин Тристан уже ждет тебя. Я предупрежу его, что ты в пути. Его действия превосходят все наши ожидания. Он отлично справляется с винтокрылами Анклава. Раньше мы о таком и мечтать не могли. Приходится постоянно корректировать его программу. Но в целом я приятно удивлен. Я всегда это подозревал. Главной проблемой Прайма был контроль расхода энергии. И когда доктор Ли помогла нам решить эту проблему, все остальное было сущим пустяком. Было решено, что братство станет напрямую контролировать очиститель, чтобы избежать злоупотреблений. Песец Биксли назначен заведовать очистителем. Не спеши возвращаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok